Борис Пастухов занимается робототехникой уже 5 лет. Ему 16. Он основатель робоклуба Future Robotics. В нем состоят те, кому также интересны робототехника и программирование. Очень легко дается программирование. Вот эти науки, они очень легко заходят. И получается, что раз минут получается, и это очень интересно. Иногда настолько интересно, что я даже теряюсь во времени. Я могу целый день заниматься робототехникой без перерыва. Илья Селезнев увлечен робототехникой около года. Он пишет программой, занимается сборкой роботов, отлаживанием датчиков и двигателей. Илья уверен, за этим направлением будущее. Это прогрессирует, а заниматься этим некому. Я выбрал это направление, потому что мы там и можем писать программы, и собирать самих роботов. Сейчас юные участники клуба занимаются разработкой технологии машинного зрения. Они стали первыми в нашем регионе, кто тестирует эту технологию именно на малых роботах. Весом до 50 килограмм. Ребята избавились от датчиков определения пути движения робота, который используют обычно, и поставили на робота обыкновенную веб-камеру. Он просто умеет отсеивать цвета, находит конкретный цвет, который в диапазон входит. В нашем случае это белый. Там определенный диапазон есть. И потом он ищет максимальную зону кадра, где больше всего этих точек белых, где больше всего белого цвета. Технология заключается в том, что робот при помощи написанного алгоритма смог обнаружить линию и проехать необходимый маршрут. Робот также может следовать за листом бумаги или человеком. Первый уровень – это нижняя часть. Она состоит из робота с колесами. Здесь есть датчики парктроники. Они будут служить для того, чтобы помимо камеры робот ориентировался, какие объекты у него есть по сторонам, чтобы не врезаться. Здесь есть маленькая коробочка. Это очень маленький компьютер. На втором уровне у нас располагается обычный ноутбук. У нас он задействован в виде основного вычислительного ресурса. Он принимает на себя всю информацию с камеры, обрабатывает и присылает то, что нужно сделать маленькому компьютеру. По словам молодых конструкторов, это прогрессивная технология. Она уже используется на промышленном производстве, но может быть полезна и в повседневной жизни. Ребята планируют создать мобильное приложение для водителей, которое в перспективе значительно облегчит автомобилистам жизнь. Оно будет предупреждать, если рядом есть машина или дорожный знак, который автомобилист может не увидеть, а также присылать уведомления, если он нарушает правила дорожного движения, что поможет обезопасить водителя и избежать штрафа. В Рязани технологию машинного зрения уже разрабатывали, но эти молодые люди взглянули на нее по-новому. Стоит только догадываться, какое будущее нас ждет благодаря таким юным гениям. Анна Малистова, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Продолжение следует...